Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о книге пророка Исаии Иерусалимского, мы обратимся сейчас к пятой главе этой книги. В пятой главе повествование, проповедь, свидетельство пророка начинается с притчи. Во-первых, заметим, что эта притча – одно из первых явлений жанра как такового, может быть, и вовсе прямо-таки первая. Кроме того, эта притча оказала определяющее влияние на богословские представления в народе Божьем, на библейскую культуру. И когда речь идет, как вы понимаете, притча о винограднике, когда цитируется, упоминается виноградник, например, в Новом Завете, в первую очередь в притче о злых виноградарях Господа нашего Иисуса Христа, абсолютно без сомнений и колебаний. Все, кто хоть мало-мальски обучен грамоте, кто хоть что-нибудь представляет о библейском откровении, все сразу относят это именно к вот этой притче пророка Исаии. Речь в ней в первую очередь идет о том, что виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. Начинается глава с того, что вот песнь возлюбленного о винограднике его. Впрочем, здесь тоже важно остановиться. На минуту пророк называет Бога возлюбленным. И это совсем другое отношение, чем складывается у людей религиозных, которые привыкли Бога бояться и держаться от Него подальше. Вот Исаия называет Бога возлюбленным. Если хотите, может быть, это вообще такой девиз школы Исаии Иерусалимского, которое просуществует 200 лет и 200 лет, любовь к Богу будет действительно знаменем этого пророческого движения. Возлюбленный мой, говорит Исаия о Боге. Вот песнь о винограднике. У него был виноградник, и он сделал для него все, что можно и нужно. Насадил в нем отборные виноградные лозы, очистил от камней, выкопал, точило. Все то, что цитирует Христос тоже в притче о злых виноградниках. А вот теперь у меня, говорит Бог, суд с этим виноградником. Ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать, чего я не сделал ему? Ну, во-первых, конечно, это врезающийся образ. А во-вторых, очень может быть, что говоря о винограднике, Господь Иисус Христос, очевидно, ссылается на Исайю. И тем самым Господь Иисус о себе говорит, как о господине виноградника. Он очень прозрачно говорит о том, что это Он, Иисус, пришел взыскать плоды Божьего виноградника. И так, и вот он, говорит, обнес ограды и выкопал точила. Что еще я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые гроздья, он принес дикие ягоды? И дальше пророк от лица Божьего говорит, вот чем это все кончится, вот что будет. Отниму ограду, и он будет опустошаем. И дальше в седьмом стихе притча разъясняется, что, собственно, что в ней означает. И пророк говорит, виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужа Иуды, любимое насаждение его. Чтобы мы не запутались и не погрузились в какие-нибудь отвязные аллегории, пророк ясными словами говорит, Бог ждал правосудия, а вместо него кровопролития. Ждал правды, и вот вопль. Вот, собственно, в чем заключаются дикие ягоды, в чем заключается предательство винограда. Ждал правосудие, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Ну и, я бы сказал, в первую очередь, всякому, кто пытается думать, что теперь мы тоже часть виноградника Господа Саваофа, ну, надо понимать, что он ждет от нас правосудия, а не кровопролития. Чтобы избежать какой бы то ни было двусмысленности, возможностей перетолкований, пророк продолжает разъяснение того, в чем же заключается предательство, в чем же заключаются дикие ягоды вместо тех плодов, которые хозяин виноградника ждал. Горе вам, говорит он, прибавляющие дом дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на этой земле. Это потрясающие, на самом деле, слова. К сожалению, про нас, про нас. Мы действительно живем так, как будто мы одни поселены на этой земле. Рядом с нами жить опасно, страшно, трудно, потому что мы не только занимаем пространство, но и отравляем его своим присутствием, своим поведением. Ну, действительно, понимаете, вот как тяжко бывает жить рядом с нами, причем в масштабе лестничной клетки и в масштабе континента. Вот другим не остается места. Вы живете так, как будто вы одни, поселены на этой земле. И практически все люди не готовы принять во внимание существование других, не готовы задуматься, легче жить с тобой рядом или труднее, хотя это очень ясно поставленная нравственная задача от Бога. И вот из-за этого, если хотите, житейского солипсизма социального пойдет народ мой в плен непредвиденно, а Господь Бог превознесется в суде, и Бог святый явит святость свое в правде. Вот гибель, катастрофа являются непосредственным результатом вот этой замкнутости на себе, когда ты никого рядом с собой не видишь, когда ты думаешь, что все остальные должны под тебя подстраиваться. И вот, когда такая жизненная позиция будет подвергаться нравственной оценке, Господь превознесется в суде, и народ Божий пойдет в плен непредвиденно. Вот, собственно, это логика, логика, которой следует пророк в пятой главе. Но у нее есть еще вторая половина, где Исаия обращает внимание на то, что в его время существует достаточно много людей, которые говорят, да ладно, это вся ваша религия, это все ерунда, Бога нет, ну и прочее, прочее. Тоже, 28 веков прошло, один к одному. Вот все то же самое. Пусть он поспешит, ускорит дело свое, чтобы мы видели, пусть приблизится и придет в исполнение Совет Святого Израиля, чтобы мы узнали. Речь идет вот о таком, в общем, материалистическом скепсисе, потому что нету на самом деле никакого Бога. Пусть-пусть там он свои угрозы реализует, все равно мы в это не верим. И дальше пророк говорит о том, что это, собственно, высшая степень, предел извращения. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою. Тогда никакого постмодернизма еще не было. Но, тем не менее, тьму называли светом, и свет тьмою. И Господь говорит горе тем, которые путают это одно с другим, зло и добро, потому что это разные вещи. И если ты пытаешься жить так, как будто такой разницы нет, это прямой путь к катастрофе. И вот снова Господь говорит о сильных народах, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Ну, слушай, рядом, да? За это, говорит Бог, пламя, пламя, цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа, презрели слово святого Израилева. И гнев его не отвратится, и рука его будет простерта. Возгорелся гнев Господа на народ его. Бог не согласен. На компромисс в вопросах добра и зла. Вот раз за разом, глава за главой, с пугающими подробностями катастрофы, ужасов, страдания, но Бог говорит, собственно, об одном. Нет, Он не согласен на смешение добра и зла. Либо ты следуешь его правде, либо ты следуешь лжи, насилию, обману, и это путь к катастрофе. И это путь, когда накрывает народ Божий тьма, и свет меркнет в облаках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова